Напомню вам, Олег Угольников предложил нам провести астрономическую викторину. Олег, один из авторов, ну, в общем, собственно, главный автор астрономической олимпиады, всероссийской астрономической олимпиады. Обладая этим опытом, он создал несколько комплектов задач. Ну, сейчас он расскажет сам. Дорогие друзья, времени у нас очень мало. Я привык на Олимпиаде, что разбор заданий — это такое тяжелое мероприятие, которое длится часа два и очень нервное. И я хочу, чтобы сейчас было не так, времени у нас нет. Кликер тут. Кликер нету. Да, 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 да. Задачи были сделаны аналогично третьему туру финала всероссийской олимпиады. По той же схеме они были организованы. По сложности примерно то же самое. Ну и смысл был в том, чтобы не заставлять вас писать очень много. Это были задачи тестового плана. Мы сейчас вообще носимся в смысле, что если нас всех предсхватят за горло и заставят все делать в тестах, а сейчас у нас идет к этому всему, что даже тесты можно делать более-менее симпатически. Я сейчас только подведу итоги. Сейчас я нажму кнопку, перед вами появится ответ на задачи без какого-либо объяснения. Если вам этого недостаточно, если вы хотите спросить, почему, в кулуарах меня ловите, я еще какое-то время, может быть, час-два буду здесь, я смогу вам все объяснить, или попозже мы там как-то с вами спишемся, и я вам дам более подробную информацию. Сейчас я говорю, вот просто сами ответы. Вот то, что вам нужно было написать, чтобы получить абсолютный максимум баллов. Вы можете это сфотографировать. И опять же, так же, как мы делали на Олимпиаде, правильный ответ не только 0 и 1 засчитывались, а за каждую задачу вам ставилось количество баллов, исходя из того, насколько он близок к правильному. То есть если вы там две соседние буковки поменяли местами, то вы немного баллов потерялись. А если все напишете наоборот, а так иногда делают, просто путаются, ну тогда, сужение, теряется вся задача. Первые семь задач оценивались из 7 баллов, где 4 клетки. Последняя задача, прошу прощения, из 8, конечно. Последняя задача из 10 баллов, и поэтому такая дьявольская цифра немножко получается с общим числом баллов. Но, чтобы вы не пугались, я сразу скажу, что 66 баллов не набрал никто из вас, поэтому ничего страшного. Да, не получилось у вас решить все начисто, хотя, вообще, честно говоря, уровень задач, уровень ваших решений меня поразил. Некоторые задания, которые на Олимпиаде полностью не решаются, тут, вот, последняя, скажем, задача, 8 на того же планах, по-моему, 3-4 человек решили правильно. Сейчас я подведу основные итоги. Жму следующую кнопочку, кнопочка у меня не срабатывает. Кнопочка срабатывала не туда. Что меня немножечко расстроило, то, что как-то очень немногие из вас решились за это все браться. Ну, на самом деле, не сверхсложные были задачи. Я так думал, что будет такая же цифра, только еще с ноликом справа. И был как в легком ужасе, когда я успею все проверить. Но получилось все не так много. Я думаю, что дальше вы уже будете активнее в этом деле участвовать. Итак, барабанный бой. Мы ввели три приза. За третье, второе, первое место. Никто у нас сверху таблицы в ничью не сыграл, поэтому все будет ровно экономически. Итак, по итогам нашего викторины, нашей викторины, третье место занял Грехов Петраил с результатом ровно 50 баллов. Он здесь... Вот как раз 50 баллов у нас получился таким цензом за... Мы приготовили к предложению Игоря небольшие вещи. О, Валерий, прошу прощения. Вообще мы приготовили за первое место и за два... Ну, за... Да-да-да, за призывок. Спасибо за указочение. Теперь я нажимаю. Сейчас, наверное, будет самый эмоциональный момент, потому что серебряную нашу медаль, условную, взял самый молодой участник этой викторины. Но, правда, ему, наверное, немножко помогали, но сразу хочу предупредить. Коль скоро он сейчас получит в руки лазерную указку, я думаю, родителям и объяснят, что с ней надо быть очень и очень аккуратным. Надеюсь, что проблем не будет. И мы поздравляем Захарченко Богдана, который набрал 52 баллов. Указка аккуратная, очень мощная. Поздравляю. Ну, и когда я рассказал организаторам, кто стал победителем, реакция была такая. Ну, а что вы хотели? Там фигаться было бесполезно. Победителем викторины с результатом 58 баллов стал Игорь Геннадь. АПЛОДИСМЕНТЫ Чуть я его не вижу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Геннадь. Игорь был практически всегда главным победителем. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не можете, что вы... Есть ли вы? Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас, соответственно, уже в скорое будущее в ближайшие часы мы уезжаем. Хочу пожелать вам Ну, наверное, то, что сегодня уже, скорее всего, не случится, но пусть это случится дальше, как можно большее количество раз, два, три. Спасибо большое, Олегов. Это, ну, замечательное, в общем, мероприятие. Я предлагаю вам, да, в будущем меньше стесняться и больше пробовать себя. Все, спасибо.